Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! На дворе среда, и после чуть большего, чем обычного перерыва, новый выпуск новостей снова на канале. За почти неделю произошло много интересного. Появилось много новостей о Hogwarts Legacy, Starfield и проектах PlayStation, а вокруг сериала The Last of Us разгорелся цирк с конями. Самое время устроиться поудобнее — соорудить себе бутерброд с колбасой , налить себе кружечку чайку, продавить кнопки лайка, подписки и колокольчика, а также перейти в наши соцсети по ссылкам под этим видео. Вы на канале DLC и мы начинаем! Итак, бесконечная история по покупке Activision Blizzard компании Microsoft продолжается. Недавно компания Microsoft обвинила Sony в обмане антимонопольных регуляторов Европейского Союза. Вот что сказал руководитель по коммуникациям мелкомягких. «Я слышал, что Sony информирует людей в Брюсселе о том, что в случае приобретения Activision Microsoft не желает предлагать Sony паритет по Call of Duty. Ничто не может быть дальше от истины. Мы ясно дали понять, что предложили Sony десятилетний контракт, чтобы обеспечить паритет по срокам, контенту, функциям, качеству играбельности и любым другим аспектам игры». В общем, по словам компании, крупнейшая сделка в игровой индустрии всех времен и народов под угрозой из-за того, что руководство Евросоюза не читает новости. А вокруг Atomic Heart тем временем снова разгорелся скандал. На этот раз интересная деталь была найдена в соглашении о конфиденциальности. Один из пунктов сообщает, что разработчики передают данные пользователей в некоторые типичные государственные органы, например, в налоговую. Однако помимо типичных служб в конце списка стояла оговорка и другим государственным органам. Что смутило игроков, создав массу догадок, кому еще Манфиш может передавать данные. Однако вскоре представитель компании заявил, «Наша игра и сайт не собирают никакую информацию или данные». Заявление о политике конфиденциальности на сайте устарело и неверно, и должно было быть удалено много лет назад. Ну что сказать, не в этот раз, товарищ майор, не в этот раз. Пользователи показали предполагаемую рекламу Marvel Spider-Man 2. Как утверждается, подобное промо увидели в Австралии на ТВ. Парень под ником Кларки7163 утверждает, что эту рекламу действительно показывали. В ролике Marvel Spider-Man 2 присутствуют живые актеры, а также два Человека-паука, которые помогают схватить несколько преступников. Внизу есть пометка о том, что Marvel Spider-Man 2 выпустят весной, Spring. Но есть нюанс. Австралийская весна приходится на осень для Европы, Азии и США, то есть на сентябрь-ноябрь. Кроме того, недавно компания Sony выпустила рекламу в стиле телевизионных новостей. Ведущие репортажи побывали в играх компании, а на набережной в Лондоне временно разместился огромный топор из серии God of War. Фанаты PlayStation легко узнали почти каждую из представленных в ролике игр, кроме одной. На кадрах неизвестного проекта была показана девушка или женщина с факелом в руке, изучающая некие руины и пыльные артефакты. Комментаторы считают, что это новый Uncharted с Кэсси Дрейк, дочкой небезызвестного Нейтана Дрейка Елены Фишер в главной роли. Президент Naughty Dog Нил Дракман уже говорил, что студия не планирует возвращаться к серии Uncharted. Однако это не говорит, что Sony не может отдать разработку игры другой студии. В последнее время все чаще говорят о бренде Horizon, который запустили в 2017 году с Horizon Zero Dawn от Gorilla Games. В сеть просочилась информация о предполагаемом многопользовательском спин-оффе серии. Благодаря любезности одного из разработчиков Gorilla Games или других студий, работающих над Horizon Online, можно увидеть, как выглядела альфа-версия грядущей игры, которая, по словам информатора Тома Хендерсона, тестировалась почти два года назад. Запись появилась на Reddit и была немедленно скрыта модераторами сайта. Кроме того, в верхней части заметки есть концепт-арт, который демонстрирует странное художественное направление материалов, предполагая сильное вдохновение League of Legends, Paladins и другими популярными онлайн-играми. Во время стрима Xbox Place, Джон Йоханнес рассказал о том, как зародилась идея Hi-Fi Rush. Сначала Джон сомневался, стоит ли ее предлагать, потому что команда ранее работала над серией хорроров The Evil Within и уже трудилась над другой страшной игрой Ghostwire Tokyo. Но Йоханнес все же решился в 2017 году, поскольку это была его игра мечты, что в итоге привело к выходу в 2023 году. Некоторые считают, что Hi-Fi Rush создавалась для Game Pass, а на самом деле ее делали и до приобретения Microsoft. Геймдиректор Hi-Fi Rush также рассказал, как разработчики пытались интегрировать механику, основанную на действии и ритме, чтобы сделать игру удобной. Например, некоторые музыкальные игры строго привязаны ко времени, но в игре от Tango Gameworks не требуется попадать в такт, это лишь способ усилить атаку. Barhan не успели доделать к февралю 2023 года, но разработка амбициозной стратегии в духе классической дюны продолжается. Предполагалось, что Barhan запустят 9 февраля 2023 года. Однако недавно компания Glyph Worlds опубликовала заявление о переносе. Разработчики Barhan мотивировали перенос тем, что игру надо доработать. Они хотят довести стратегию в реальном времени до уровня, который будет соответствовать их стандартам и ожиданиям. Авторы Barhan решили не идти на компромиссы. Теперь релиз запланирован на июль 2023 года. В Hogwarts Legacy нет системы морали, но игроки могут стать злыми волшебниками. Что подтвердила Мойра Сквайр, директор по повествованию и ведущий сценарист. Персонажи будут визуально и звуком реагировать на то, что игрок произносит непростительные заклинания. Но у нас нет системы морали, которая бы наказывала их за это. Это было бы слишком предвзято со стороны разработчика игры. Но если игрок продолжит эти действия, мир будет отражать знания о них. Непростительные заклинания не преподаются в школе, но игроки сами решат, хотят ли они их узнать. Если персонаж освоит эту часть темной магии и будет ее неоднократно использовать, мир на это ответит. К непростительным заклинаниям относятся Авада Кедавра, Мгновенная смерть человека, Круциатус, Причиняется сильная боль, и Империус, полный контроль над разумом. Кроме того, в Хогвартс Легаси не получится завести романтические отношения. Аваланч Софтвор объяснила, что это осознанное решение. В Хогвартс Легаси решили не затрагивать данную тему. Также упомянули, что реализовать подобные отношения было бы затруднительно. Зато в игре будет возможность близиться с некоторыми персонажами по-дружески. Всего в Хогвартс Легаси около 150 миссий, примерно 50 сюжетных и около 100 побочных. В наличии мини-игры и другие активности, но число доступных не уточнили. Выбор факультета в Хогвартс Легаси не чисто косметическое решение. Как минимум одна миссия будет зависеть от факультета, а также будут доступны разные локации. Другие персонажи будут по-разному реагировать на героя в зависимости от факультета. Пока не совсем понятно, будут ли в Хогвартс Легаси разные концовки. Упоминалось, что мир игры должен реагировать на действия игрока. Его решение и стиль прохождения. Прохождение по сюжету займет около 40 часов, а полное прохождение игры с выполнением всех квестов может занять и более 100 часов игры. Кроме того, главное меню и карта Хогвартс Легаси оказались в сети. На этот раз в открытый доступ просочились изображения с пользовательским интерфейсом игры, которые ранее не показывали разработчики. Новые скриншоты позволяют взглянуть на карту мира, экран заданий и главное меню. Как показывает утечка, карта Хогвартса в игре будет представлена в трехмерном режиме, где будут отмечены коллекционные предметы и задания. Карта Хогсмеда также будет трехмерная, но она доступна через отдельную вкладку. Журнал квестов, Хогвартс Легаси и главное меню выглядит достаточно стандартно для современных игр с поправкой на соответствующую стилизацию. Напомню, Хогвартс Легаси выходит уже 10 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Чуть позже на Switch, PlayStation 4 и Xbox One. А вообще, владеть Xbox в 2023 году это то еще удовольствие. Покупки в магазине не работают, а новые игры на физических носителях в местных магазинах появляются через несколько недель после релиза. Да и стоимость за некоторые новинки переваливает за 5000 рублей. И если вас также беспокоит эта ситуация, то можете расслабиться, потому что у меня для вас отличные новости. Ведь мы знаем способ покупать игры и подписки дешевле, а именно в Xbox Store. Вот, например, стоимость за уже упомянутую Хогвартс Легаси в магазине начинается от 3590 рублей, а со специальным промокодом DLC вы получаете дополнительные 100 рублей скидки. Сервис проверенный, можете не сомневаться. Работает с 2020 года и имеет множество положительных отзывов на различных площадках. Чтобы сделать заказ на любую игру или подписку, просто напишите в личные сообщения сообщества ВКонтакте и не забудьте указать промокод. А еще, там же, в сообществе, сейчас проходит розыгрыш одной очень ожидаемой игры. И правила участия очень просты. Что это за игра, не буду спойлерить. Заинтригованы? Тогда переходите по ссылке в описании и экономьте на играх и подписках вместе с Xbox Store. Игроки постепенно изучают ремейк Dead Space. После прохождения открывается режим New Game Plus, в котором можно будет открыть альтернативную концовку. Также в новой игре Plus можно найти некий неразборчивый текст. Сообществу все же удалось его расшифровать. Получается следующий текст. Они ходят в белом, нетронутые красным. Они приказывают живым. Они пасут мертвых. Прикосновения, пальцы или искателя, возможно, опечатка финга. Мы застыли на месте. Они ответ, они воля. За звездами собратья ждут. Оракулы, избавьте нас от судьбы человечества. Есть мнение, что данный текст отражает будущая серия Dead Space. Например, первые строки связывают с оракулами из Dead Space 2. Фрагмент с застывшими может относиться к планете Тау Валанти с месту действия Dead Space 3. Ранее в ремейке Dead Space нашли небольшой намек на возможный ремейк Dead Space 2. В одной из записей персонажами упоминается Sproul on Titan, космическая станция скоплений или Титан, место действия Dead Space 2. Sony разочаровалась пред заказами PSVR 2 и сократила его производство. Если ранее компания хотела выпустить 2 миллиона устройств к марту этого года, то теперь она рассчитывает только на 1 миллион. Продажа нового шлема виртуальной реальности стартует 22 февраля. Bloomberg сообщает, что в период с апреля по март следующего года Sony планирует отгрузить полтора миллиона PSVR 2, но и этот показатель может быть скорректирован в будущем. Как отмечает издание, виртуальная реальность остается разрекламированной, но еще не зарекомендовавшей себя игровой областью. Напомним, что в стартовую линейку игр для PSVR 2 попали Horizon Call of the Mountain, спин-офф The Dark Pictures, VR-версия Hello Neighbor и не только. Обратная совместимость с играми для PSVR не поддерживается. Инсайдер с Росетера на днях утверждал, что Starfield пребывает в грустном техническом состоянии и будет кишеть багами на старте. А теперь крупный магазин, занимающийся продажей ключей для различных игр, указал, что Starfield появится в продаже 23 марта 2023 года. Более того, согласно информации со страницы игры, ключ можно будет активировать в России. Пользователь Horn's Forum Росетера ранее сообщил, что Starfield находится в плачевном техническом состоянии, а Bethesda хочет выпустить игру не раньше осени 2023 года. Redfall выйдет первой и в плохом состоянии, но игра все еще выглядит лучше, чем Starfield. Bethesda хочет больше времени на Starfield, и если ей удастся его выбросить, то игра появится осенью 2023 года. Если же Microsoft добьется своего, игра выйдет в этом финансовом году до июня. Starfield будет в ужасном техническом состоянии, если выйдет в июне. Впрочем, по информации инсайдера Джесса Кордона, сейчас Starfield полностью играбельна, то есть игру можно пройти от начала до конца. Bethesda занята полировкой, а из-за масштаба игры приходится прикладывать гигантские усилия. Джесс предполагает, что релиз Starfield все же могут сдвинуть, ведь для Microsoft крайне важно, чтобы Starfield стала высококачественным релизом. Появилась немного новая информация о ремейке Resident Evil 4. В игре больше не будет никаких QTE, можно будет носить несколько ножей. Более того, игру можно пройти исключительно с ножом. Эшли больше не прячется в мусорных баках, ей можно дать команду либо быть рядом с Леоном, либо чтобы она далеко отошла, при этом она не будет стоять на одном месте. У Эшли нет шкалы здоровья, если ей нанесут много урона, игрок должен будет ее оживить. Если в этом состоянии ее вновь ударят, то она погибнет. Среди нового оружия появился арбалет, среди новых противников есть враг, бегающий с молотом. Кроме того, в игре будут второстепенные квесты. HBO исполнила желание или подтвердила опасения фанатов The Last of Us, продлив сериал на второй сезон. Судя по схеме пояснений Нила Дракмана, второй сезон сериал The Last of Us будет охватывать события The Last of Us Part II. В общем и целом это вполне ожидаемо, ведь первый сезон уже принес компании кучу денег и хайпа. В программе Game Mess Decides инсайдер Джефф Грабб рассказал, что следующая часть гоночной серии Forza Motorsport скорее всего выйдет не раньше второй половины года. С другой стороны, ведущий Джефф Кейли, организатор The Game Awards в среду написал в Твиттере, что Forza Motorsport выйдет до конца июня, пока не ясно, на какой информации он основывался, в то время как Грабб добавил, что уверен в своих информаторах. Последняя официальная информация о дате релиза относится к июню 2022 года, когда на конференции заявили, что игра выйдет весной на ПК и Xbox. Изменение планов на вторую половину года, если это правда, будет означать некоторую задержку. Релиз Sports Story не прошел гладко. В процессе исследования мира игры пользователи начали натыкаться на секретную комнату с болтливыми разработчиками. Разработчики спрятали в игре комнату, где их виртуальные аватары жаловались на условия труда и тяжелую жизнь. Для Sports Story выпустили патч, который должен закрыть секретную комнату. Однако в нее все же смогли попасть. С аватарами разработчиков Sports Story попытались пообщаться снова и выяснили, что их заткнули. Содержание реплекс корректировали, больше нет никакого намека на проблемную разработку. Теперь аватары разработчиков говорят фразы в духе «все под контролем» или «никаких проблем нет». Вот уже какое-то время творческий коллектив Mechanics VoiceOver собирает средства на озвучку космического хоррора «Докалиста Протокол». Энтузиастам удалось собрать половину из необходимых на проект 350 тысяч рублей. И в честь этого они решили поделиться переведенным начальным роликом из игры. Сергей Пономарев, голос Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix, озвучил главного героя Джейка Бали, тогда как второй пилот Макс говорит голосом небезызвестного Дмитрия Саиндука. Официально «Докалиста Протокол» поддерживает только субтитры на русском языке. После фикса багов и лагов игру хвалят многие игроки, и локализация ей точно не помешает. 26 января в Steam вышла «Пицца Тауэр». Платформер «Пицца Тауэр» многим понравился, игра получила 99% положительных отзывов из более чем 1300 штук. Пиковый онлайн «Пицца Тауэр» в высил отметку в 2000 человек. По данным SteamDB, это дебют разработчика «Тур де пицца». Однако, стоимость «Пицца Тауэр» смущала некоторых пользователей — 710 рублей, 190 лир или 5200 тенге. Через пару дней сам разработчик «Пицца Тауэр» выступил с призывом не покупать игру. Как оказалось, при установке региональных цен на «Пицца Тауэр» допустили ошибку — сейчас работают над исправлением. Ожидается, что во многих регионах снизят цену. Riot Games признала, что на прошлой неделе стала жертвой хакерской атаки, в ходе которой злоумышленники получили исходные коды игр League of Legends и Teamfight Tactics, а также старого античитерского программного обеспечения Pac-Man. Первоначально от Riot Games требовали выкуп в размере 10 миллионов долларов, но компания отказалась. Пользователь Twitter Player IGN сообщил, что первоначальным намерением хакеров было получить код античитерской программы Vanguard, но эта часть плана не осуществилась. После отказа Riot Games киберпреступники выставили данные на продажу. Формчане отмечают, что запрашиваемая цена завышена и что файлы стоят не более 5000 долларов. Файлы самого Pac-Man оценены в полмиллиона долларов. Хакер утверждает, что файлы бесценны для разработчиков программного обеспечения, которые могут заработать гораздо больше, учитывая огромную лояльность League of Legends. На данный момент желающих нет. Студия решила временно приостановить обновление своих игр, но разработчики уверяют, что в результате атаки не произошло утечки конфиденциальной информации игроков. Разработчики уже трудятся над исправлением безопасности, но предупреждают, что в результате утечки в ближайшем будущем следует ожидать увеличения активности читеров. Skull & Bones разрабатывается много лет. Ubisoft неоднократно переносила дату выхода. И недавно состоялся еще один перенос. Инсайдер Том Хендерсон вновь решил собрать материал, и о многострадальном проекте Ubisoft. Он побеседовал с более чем десятью тестировщиками Skull & Bones и разработчиками. Лишь один или два тестировщика и запрошенных в целом остались довольны. Остальные не нашли в Skull & Bones ничего особенного. Также Том обратил внимание на то, что некоторые приглашенные Ubisoft на тест пользователи даже не хотят прикасаться к Skull & Bones. Однако, учитывая дефицит пиратской тематики на современном рынке видеоигр, если игра получится хотя бы просто нескучной и выйдет в приемлемом с технической точки зрения состоянии, она найдет свою аудиторию. Ну и конечно же под финал наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Ни для кого не секрет, что сериал «Подоластов Ас» от HBO прекрасно стартовал и был в целом тепло встречен публикой. Однако, на этой неделе вышла третья серия первого сезона, и подавляющее большинство зрителей остались недовольны, ведь по их мнению серия никак не двигает сюжет и почти полностью посвящена однополой любви между контрабандистами Биллом и Фрэнком. Это вроде как и соответствует канону, однако в игре упоминалось вскользь, а сериал же выделил на это целую серию. Вот ведь токсичные гомофобы, ну ничего не понимают в искусстве. А на этом у нас все, поэтому самое время переместиться в комментарии и поделиться своим мнением об услышанных новостях. Конечно же не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За всем откланиваюсь, всем добра!